Алтайский край Мияния оператора ни разу не были на Большом кольце Алтая. Путь новый, что нас ждет неизвестно, но ясно, что трудные моменты будут. Есть подозрения, что на обычной городской машине мы далеко не уедем, поэтому свой маршрут мы начинаем с выбора правильной техники. Мы едем туда, где полевая дорога, щебеночная, где-то ее вообще нет, ну и плюс предгорная местность. И нам нужен самый надежный вариант. Здорово, ведь именно такой вариант у нас есть в автосалоне. Это Kia Sportage, его четвертое поколение, последний рестайлинг. Одно из главных его характеристик – это его дорожный клиренс, дорожный просвет. Здесь он составляет 182 мм. Здесь стоит функция AVD, то есть у вас идет постоянный передний привод. При проскальзывании переднего моста автоматически будут подключаться задние колеса. Автомобиль оборудован системой курсовой устойчивости и стабилизации. На этом мы и остановимся. Большое золотое кольцо Алтая – самый масштабный туристический маршрут края. Проходит он по периметру нашей территории. В 2012 году администрации Алтайского края было принято постановление о том, что основные точки притяжения туристов, те, которые перспективно будут развиваться, входить в линейку маршрутов и объединяться как зонтиком, будет называться Большое золотое кольцо Алтая и будет проходить по 47 районам и 9 городским округам. В каких-то только точках роста, в каких-то уже с советских времен, а может быть даже с путешественников 18-19 века есть традиции приема туристов. Это все-таки предгорная зона, а наши степные районы только-только на старте. И тогда, и сейчас любопытные туристы стремятся ввысь. Мы не выделились. Не соврою, если скажу, что как минимум половина туристов приехала бы на Большое кольцо Алтая к этим видам – горы Алтайского края, не горного. На карте схеме Большого кольца Алтая путь проходит по предгорьям. Единая линия через несколько районов. Совпадет ли она с реальной дорогой и какой будет эта дорога, я пока не знаю. Первый район – Алтайский, знаменит тем, что рядом с Белокурихой, нашей родиной санаториев, и особой экономической зоной Бирюзовая Катунь. Эти попсовые места нас не интересуют. Едем дальше и отмечаем. Заканчивается райцентр, заканчивается дорога, заканчивается жизнь. У меня здесь и нет так связи до сих пор. Все, пропали. Большое золотое кольцо Алтая появилось в 2012-м. Первыми по нему пустили журналистов. Объехали они, конечно, не все 47 районов, но знаменательные места, в основном, кстати, предгорье, увидели своими глазами. Была война между двумя богами добрым и злым. Это Сартекпаем и Эриком или Эрликом. После чего просто Сартекпай сбил его в землю именно вот здесь. И Эрик на последнем издыхании вытащил руку из земли, что и образовался чертов палец. Поскольку в поездке были не только региональные СМИ, но и федеральные журналисты, поэтому маршрут уже позиционировался как презентация нового туристического проекта бренда Алтайского края. Тот самый продукт, который якобы должен пользоваться спросом не только у жителей Алтайского края, но и, скорее всего, для жителей других регионов, в том числе центральной части России. А первый пункт маршрута в нашем пути – довольно отдаленное село Куяган. С виду, ну, ничем не примечательный пункт. В карте кольца отмечен, правда, как место проведения интересных событий. Что в вашем поселке можно посмотреть туристического? Не знаю. Где-нибудь села Денцира. Раз в год, да, такой? Да, в августе. Туристы-то у вас бывают, дедушка? По поводу тут. Я вот прошлый год работал. И всякие пешие, и на квадроциклах, и на машинах всяком. Но они мимо, да, проезжают? Мимо. Только мимо. Здесь, по-моему, окременно магазины не задерживаются. Что ж, едем дальше. А дальше это уже в соседний Солонешинский район. Следуя карте схеме маршрута, решаем срезать напрямик. Местные подсказывают – в гору по полям всего 7 километров. Но дорога довольно скоро растворяется. Лужу мы победили за 40 минут. Штурмовать вторую и уже наверняка встрять посреди леса уже не рискнули. Вернулись и решили следовать мобильному приложению. Теперь уже совсем смешно. Мы доверились навигатору, и он нас ведет к некоему пункту Песчаная. Но Песчаная на карте только река вот на этой горе. Мы опять разворачиваемся. В общем, подсказка. Единственный путь – в окружную, через Белокуриху. А наше расписание сломано, и в гостиницу мы добрались только за полночь. Единственная в селе Искр гостиница обошлась на троих в 2100 рублей за сутки. Уютный дворик, своя столовая, душ и не без экзотики. Когда она мне в лицо видела, я думала, что она большая. А тут сидит такая крохотная, маленькая такая. А шуму сколько? Весь этаж переполошенный. Природа в шаге от человека. И за этим едут. На каскадах водопадов Шинок я уже четвертый раз. Мы из Новосибирска, и для нас горы, и горные реки, водопады – это что-то с чем-то. Мне очень нравится именно здесь природа. Вот эти холмы, даже некоторые места, они просто впечатляют настолько, что мы останавливались. Наша база в прошлом году зимой не работала, но было очень много. Звонков, пожеланий. Потому что вариантов особо разместиться в Солонешинском районе в зимнее время нет. Поэтому мы рассматриваем вариант в этом году работать зимой. У нас есть интересные деревни Сибиричиха, этническая деревня. Там сохранены традиции киржатские. Они готовят шикарные киржатские обеды, принимают гостей в костюмах, проводят обрядовые истории. До Сибиричихи петля 80 километров, а нам по пути водопад Шинок. Каскадный водопад, верхняя точка которого в 70 метрах над землей. Памятник природы. Куда вообще без этого не поднимешься. На машине туда не заедете. То есть мы вот на этой машине? Нет. Подозначен. В общем, из доступного и близкого нам предложили зайти в музей киржаков, местных старообрядцев. А если вверх, то это циклон, это катаклизм, это все. То есть мы близки к катаклизму? Нет, мы где-то в середине. В середине, но чуть-чуть ближе к катаклизму. Здесь, в киржатском доме, сейчас живет его хранитель Роман. Он и сейчас собирает старинные вещи. Истории Роман, к сожалению, не рассказал. Для этого обычно приезжает хозяин музея. Просто мы, гости, нежданные. Но и в таком виде дом любопытен. Это календарь. В смысле это календарь? Это вообще натуральный календарь. Просто с утраченными некоторыми знаниями. Здесь должно быть 12 месяцев, а здесь всего 11. Но это бабушки ткали. У них спрашивают, а что вы? Такие, они говорят, а мы не знаем, наши предки так делали. Но это в самом деле 12 месяцев. И возле каждого месяца там были меточки, сколько дней. За экскурсию мы отдали по 100 рублей. Кстати, по договоренности здесь проводят мастер-класс по выпечке киржатских пирогов. Заведуют музеем супруги Мерлушкины. Они уверены, такой туризм здесь и востребован. Туризм такой познавательный, не такой, как на Чуйском тракте. У нас здесь не просят джакузи. У нас здесь в гостевом доме туалет не всегда в доме есть. Но у нас есть свой колорит. Это вот такой сельский, уединенный. Признаются, что их туризм давно не продаить козу и щипать в огороде экопродукты. Мерлушкины делают ставку на историю района. Сейчас как раз готовят свой маршрут миллион лет на Алтае. Пройдет он, конечно, и через Мекку приезжающих сюда, Денисову пещеру. Власти края готовят документы о включении Денисовой пещеры в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта пещера уже изменила представление об истории человечества. В 2000-х здесь обнаружили фалангу пальца нового особи. Она не принадлежала ни неандертальцу, ни современному человеку. Этот вид назвали денисовским. А в прошлом году в останках отсюда опознали дочь денисовца и неандерталки. Хотя раньше считалось, что эти виды жили в разных уголках земли. Для туристов открыты две, грубо говоря, комнаты пещеры. Их археологи изучили. Эта стена как памятник их трудов и страница истории человечества на Алтае. Пронумерованные породы земли, пласты разных эпох. И судя по ним, обитаемая пещера была 280 тысяч лет назад. Денисовцы были одним из выдающихся ответвлений. Они были очень талантливые. Несколько лет назад обнаружили потрясающую швейную иглу, которая говорит о том, что раньше, даже чем на территории нынешней Франции, здесь, как раз в эпоху денисовцев, скажем так, уже существовали высокоразвитые ремесла. Восхититься историей можно с гидом или пролистав интернет. Тогда вместо 500 рублей на троих за экскурсию можно заплатить всего 30 за вход в пещеру. Но в таком случае вопрос, зачем сюда идти, часто ставят в тупик. Тайны какие-то хранит пещера, в принципе. Правильно? Я считаю, что если вам попался хороший экскурсовод, то вы поймете какое-то место. По итогу 2012 года, года запуска Большого Золотого Кольца Алтая, власти подсчитали. Маршрут посетило 5000 туристов. К 2020 году, то есть через год, турпоток должен составить 3,5 миллиона человек. Получить какие-либо цифры сейчас, даже примерные, нам не удалось. По словам Татьяны Сажаевой, исследований по самому крупному туристическому маршруту нет. И может быть поэтому, возможно, очень странное соседство в том же Солонешинском районе. По логике, Золотое Кольцо Алтая предполагает охрану и сохранение природы. Но с прошлого года под Топольным, который входит в туристический маршрут, переворачивают землю, ведут золотодобычу на реке. Вот в таком она сейчас состоянии. Жители-эксперты настаивают, что добыча незаконна. По словам экспертов, добыча того не стоит. Весь объем золота здесь оценивают всего в 50 килограммов. Но ради них сломали экосистему и вырвали краснокнижные растения. И если туристы сюда доедут, думаю, у них появятся вопросы. Кстати, заехать на Кольцо сама по себе проблема. Тур с таким названием есть, но ни сроков, ни стоимости нет. А в половине случаев поисковик находит не большое золотое кольцо Алтая, а большое кольцо Алтая. Разница в слово и тур уже по-горному. Несколько туроператоров, у которых значился наш тур, не взяли трубку. А в омской компании нам пояснили, что тур не разработан и советовали присмотреться все-таки к горному. Власти тоже не смогли назвать стоимость. Делаем вывод, ее и нет. Я предполагаю, что эта цена примерно в районе 40-60 тысяч рублей на одного человека. Если учитывать, что этот тур будет не менее чем 8-10 дней и будет охватывать не только экскурсионные возможности, но и размещение. 40-60 тысяч – это как неделя в Тунисе, Доминикане, на Кубе. С моей точки зрения, таких туров, которые на 20 дней по Алтайскому краю, наверное, практически быть не может. Они будут индивидуальными. Уже час работа другая. Турист спрашивает, и мы под него, под целевую аудиторию, из вот этого набора мозаики выстраиваем маршрут, который ему нужен. И еду чаще всего в Яровое, Завьяловские озера, Горную колывань, Белокуриху. Туры одного или нескольких дней. И в отличие от Туниса, Доминиканы, Кубы, здесь наслаждение – уединение. За несколько десятков километров нам встретилась всего одна машина. Межпоселковая дорога, она же единственная межрайонная, пустая. Может, потому что камни под ногами? Кстати, связи здесь нет. Она заканчивается сразу после райцентра. Зато посмотрите, какая красота! Так может, за этим сюда и стоит ехать? Это было первое колесо. Второе прокололось уже в Черышском. Запаски уже не было, шиномонтажка закрылась, а мы встряли. Что-то ситуация «нормально» стала понятна из архива 2012 года. Кстати, тогда же, запуская маршрут, вопрос дорог, казалось, был решен. По завершении проекта все полторы тысячи километров будут исполнены в асфальтовом варианте. Те участки дорог, которые нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте, они через эти процедуры пройдут. Максимум в течение пяти лет дорожная часть этого проекта должна завершиться состоянием дорог, как в «Малом золотом кольце». Как в «Малом кольце» это, чтобы вы понимали, как на Чуйском тракте, и, похоже, об этих планах забыли. А сейчас еще один совет. Попасть из Черышского района в Краснощоковский напрямик, как на карте, невозможно. Отговорили нас пятеро местных. Испытывать удачу вновь не рискнули и сделали еще один крюк. Краснощоковский район. Его история не менее богата. Взять хотя бы самое очевидное – горы. Для ученого-исследователя или простого историка они как рисунок колец у дерева. Обычно человек посмотрит, ну да, такая скала немножко изогнутая. А геолог объяснит, что это свидетельство о потрясающих геологических процессах, которые происходили сотни миллионов лет назад прямо здесь, когда уходило древнее море. И фактически появились именно здесь у нас, на Алтае, первые горы Западной Сибири. А в горах этих до сих пор сохранились Демидовские шахты, откуда и брали сырье для камнерезного завода на Колыване. Пещера на Демидовские шахты. Вот мы правильно вообще едем? Правильно, но я не знаю, вы сейчас после дождя доедете до туда, нет? А далеко ехать? А вот где-то тут вот подъем, вот видите прямо, вот деревня заканчивается вон гору. Вот где-то там. Тут где-то шиномонтажка есть поблизости? Нет. Только когда с гор спускаетесь, Куйбышево, село, там. Если туристы здесь проезжают, где они могут перекусить? В настоящее время мы вот строим там шатер, в ближайшее будущее, в будущем будет оно, конечно, функционировать, но вот в настоящее время нет нигде. Нам советуют со всеми вопросами идти на единственную турбазу в селе Усчегырка. Здесь дорога на Тулату, ее как таковой-то тоже нету на самом деле, вот, и уходит дорога у нас, она вот на Тулату есть так, а есть еще через горы, вот нам нужно вот сюда попасть. Ну, вроде недалеко, да? Нет, это на самом деле недалеко, но смотрите, докуда мы поднимемся на машине, ну, безпоспорно, да, а там, там уже пойдем пешком. Кстати, о дорогах. В селе она есть одна, центральная и только в границах деревни. Она появилась, чтобы вас не обмануть, по-моему, в 2016 году. И правда неожиданно, да? Неожиданно, неожиданно, никто, никто не ожидал. И до сих пор люди не понимают, почему, для чего, то есть она здесь поставлена. Из-за недавнего дождя на машине мы не проехали ни метра, но и эти несколько километров пешком простыми не оказались. У нас было два варианта. Либо ждать стабильно, хорошей погоды, либо идти. Мы выбрали второе. У нас застал дождь. А вот и он, вход в шахту. Если не знаешь, не найдешь. И если честно, неожиданно, что забираться туда нужно так. Испуг, грязные руки и одежда – вот цена посещения для нас. А вообще эта экскурсия стоит отдельную плату. В летнее время, как это делалось, высверлилось отверстие, сюда забивался кол деревянный, этот кол поливался водой и при расширении, то есть разбухании, так же вырывалась эта порода. Наш экскурсовод Александр сказал, что на подошвах каждый выносит частички драгметаллов. Здесь добывали серебро, медь, свинец, цинк. Из-за окисления пород стены ржавые. Пороги шахты тоже времен Демидова, просто они из прочной древесины листвяка. Камни грузились 60 метров под нами. Люди, когда сюда приезжают, они вообще понимают, куда они едут, что они ждут. Они думают, ну мы подойдем в гору, посмотрим на какой-то камушек и уйдем. Но когда они заходят в шахту, в штольню, доходят до основного места добычи, у них, конечно, масса впечатлений. Когда они выходят, они довольны. А эта штольня с другой стороны, как будто жерлок недрам земли, восхищает и завораживает. Если бы золотое кольцо Латая заработало, вам бы это помогло? Конечно. Поток туристов бы пошел больше. А сейчас сколько в среднем у вас? За сезон в прошлом году у нас было порядком 600 туристов. Сейчас заинтересованы в развитии туризма чаще всего сами предприниматели. В программе развития туризма края Большого Золотого кольца Алтая нет. Есть объекты по пути следования маршрута. Кластеры Белокуриха, Горная Колывань, Красногория. Кластеры, по крайней мере, у нас они выделены в существующей программе. Это граница муниципалитета. То есть здесь мы подразумеваем полностью развитие туристской инфраструктуры, то есть сопутствующей инфраструктуры. Проведение мероприятий, то есть модернизация существующих объектов размещения. Деньги в рамках программы не федеральные, не краевые и не муниципальные, вне бюджетные. Например, Солонешинскому ежегодно полагается по 5 миллионов рублей. Но деньги это предприниматели, которые сами в себя и вкладывают. Управление пояснили, точечные объекты могут помочь реализовывать субсидиями и грантами. Сейчас ведомство разрабатывает новый маршрут для иностранцев. Обещают совершенно новый путь. Что касается маршрутов по пути Большого Золотого Кольца Алтая, с ними тоже работают. Отправили маршруты туроператоров нашего алтайского края в экспертный совет Ассоциации туроператоров России. На то, чтобы они посмотрели, дали оценку данному маршруту на востребованность, на дальнейшее развитие, продвижение и так далее. Пока портрет туриста формирует инфраструктура. Учитывая, что она у нас достаточно, скажем так, рваная, хороший кусок дороги сменяется отсутствием дороги. Потом снова появляется, скажем так, дорога. Здесь можно заночевать через каждые 100 метров, а тут надо пилить 300 км, чтобы более-менее нормальный домик где-то снять. Вот. Соответственно, люди едут, как я наблюдаю, за тем, чтобы, скажем так, просто что-нибудь увидеть, поскольку это уж тут есть неподалеку. С нами так и получилось. Половина туристических точек слетела из-за дороги и вместо колывани закончили маршрут мы на Демидовских шахтах, так и не покорив предгория. А где-то не хватило простой подсказки жителей, чтобы найти тот самый памятник природы или культуры. Но впечатлений много. Природа потрясающая, люди доброжелательные, желание вернуться есть, но как минимум на внедорожнике, с рюкзаком еды и на всякий случай с палаткой. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Специальный репортаж. Дороган, Андрей Печоркин. И кредитные лизинговые программы совместно с банками-партнерами. Кроме того, вам предложат гарантийное и после гарантийное обслуживание в сертифицированном центре Kia, Niva, Chevrolet, Opel и Honda. Для клиентов в Барнаул Моторс действует трейд-ин, обмен старой машины на новую. За качественным обслуживанием в короткий срок обращайтесь в Барнаул Моторс.